Сегодня ночью полиция Сыктывкара провела рейд по клубам и барам. Инспектор по делам несовершеннолетних вместе с участковым проверили 9 заведений в поисках лиц, не достигших 18. С наступлением комендантского часа обстановка в городе была относительно спокойной, однако не обошлось и без нарушений. На ревизию отправилась Таисия Шляхтина. Почти все клубы и бары столицы пустуют, на улицах не встретишь даже взрослого. Один из первых в списке бар, который давно приобрел дурную славу. Проверка коснулась как отдыхающих, так и персонал. У инспектора вызывают подозрения официантки, которым на вид меньше 18. Однако паспорта говорят об обратном, а вот в заведении по соседству сразу несколько нарушений. Внимание правоохранителей привлекают девушки, которые при встрече сразу спешат в уборную. Выяснилось, одной больше 20, а вот у ее подруги документов не оказалось. Пришлось проверять по базам данных. Девушка вступления несовершеннолетние. Неважно, у нас запрещено похождение среднолетним в ночное время в отечественных местах. После 10.00 вечера. Это нарушение 95-го республиканского закона. Поэтому, директор, кто у вас? В итоге имя директора полиция так и не узнала. Не выдали проверяющим и хоть каких-то документов, говорящих о законной деятельности бара. Оказалось, обычная автомойка днем ночью превращается в танцпол. В заведении отказалось назвать данные хозяина. Отказалось предоставить документы, свидетельствующие о законной деятельности их. То есть абсолютно любые документы они отказались предоставить. А в дальнейшем также это будет все указано мной в рапорте. Будут они приглашаться, проверятся у них все документы. Если будут появлены нарушения, там уже будет административный за работу. Если нет лицензии, то без лицензии. Но это все проверять надо. За нахождение подростков в баре на администрацию заведения тоже составят административный протокол. Так что теперь у полиции будет сразу несколько оснований для повторной проверки. Школьницу же инспектор доставляет домой и передает в руки родителей. Где ты спрашиваешь? Я тебя спрашиваю. Я нигде не буду. С мамы берут расписку о том, что ребенок передан законным представителям. А кроме того, накладывают штраф до 1000 рублей. Согласно 95-го республиканского закона, в отношении законного представителя по данному факту будет составлен административный протокол. Материалы будут направлены в мировой суд для принятия мер административного воздействия, для рассмотрения по существу. По словам сотрудников полиции, подобные мероприятия проводятся регулярно. И главная проверка еще впереди. Ближайшие рейды пройдут во время выпускных для школьников.